Имена 54 героев, совершивших подвиги во время Второй героической обороны Севастополя, высечены на каменном мемориале. Сейчас готовится к изданию книга о каждом из них. Увековечить подвиг Севастополя в истории Родины. Идея книги о героях, защищавших Белокаменной во время Великой Отечественной, возникла у того, кто сам прошел войну и знает о ней не понаслышке. Когда начались боевые действия, Константину Гржеминскому было всего 12. За годы службы в войсках ПВО он прошел нелегкий путь от командира батареи до начальника штаба. Полковник в отставке, руководитель Севастопольской ветеранской организации, член Союза журналистов России. В свои 92 такой же активист, как и раньше. Патриотическое воспитание молодежи в пьетете. Чем больше мы будем помнить о тех подвигах, которые совершили наши товарищи, наши предки, тем лучше у нас будет наше поколение, поколение патриотов. Для учащейся молодежи к 80-летию, со дня начала Второй героической обороны Севастополя, Константин Петрович готовит книгу. Названия у нее еще нет, но сам автор именует свое детище как «Энциклопедия обороны Севастополя». Воедино здесь будут собраны подвиги и тех, кто героически сражался за Белокаменной, и тех, с кем неразрывно связана его история. Это должна быть как бы энциклопедия, напоминающая любому, кто взял в руки эту книгу, что такое Севастополь. Что это столица патриотизма России. Мы хотим, чтобы помнили о каждом человеке, который сражался за свою родину. За помощью в издании будущей книги Константин Петрович напрямую обратился к Дмитрию Медведеву. Во время онлайн-приема граждан председатель партии «Единая Россия» поддержал инициативу ветерана. Это, конечно, наш просто святой долг выпустить вот эту книгу, эту брошюру к 80-летию с момента начала героической обороны Севастополя. Если все материалы готовы, я, естественно, дам поручение нашей партии, региональному отделению партии «Единая Россия» принять все необходимые меры для того, чтобы вот эту брошюру выпустить в срок. И самое главное, необходимым тиражом через региональное отделение партии мы эту брошюру обязательно распространим и по школам, и по другим учебным заведениям, для того, чтобы молодежь знала об этих событиях. Это не первое книжное издание, выпущенное очевидцем и участником боевых действий. В 2020-м вышла брошюра, посвященная участникам штурма Сапун-Горы. Уже в этом году увидела свет книга о дважды Герои Советского Союза, маршале авиации и севастопольце Евгении Савицком. При содействии севастопольского регионального отделения партии «Единая Россия» эти печатные издания уже поступили в школьные библиотечные фонды. Ирина Варава, Сергей Котляренко, Новости Севастополя.